Ирина Кваренко Цель времен На каждой премьере, на каждой спектакле Говорят, что нет друзей и нет другого ученика, а есть учителя Поэтому я благодарна всем моим учителям Спасибо вам, что пришли Аплодисменты Вечер нам Споет Сиренаду Вечер нам Закроет Глаза Вечер Снов Снов Со Мной Свечи Задуем Одной Чей-то голос тихий и нежный Задет знакомый мотив И зажжется пакем одежды, Дорогу озарив. До утра бросим сомненья, Проживем наш вечер, как сон. А когда придет пробужденье, Не вспомним, был ли он вечер, Словом со мной, Свечи задуем под мной. Вечер, проход, ночь навстает, Что-то уходит, а что-то придет. Вот из-за ночи мы проживем, как сон, Все равно придет рассвет, так вот закон, Время, так счастье, неги изменить, Сколько еще? Снова жажда выпить, Схожа с жажда и жить. Снова цепь событий Разорваны, как нить. В понедельник у меня в выходной. В понедельник у меня в выходной. Облака, если эту ночь проживем, Как сон, Все равно придет рассвет, так вот закон, Если же эту ночь проживем, да... Васька, я дома! Васька, где ты, дурак, ты на гостях? Васька, а кто не заучил воровать хозяйское пиво, а? Опять убрал? Почему удивляться? Какой кот такой хозяин? Какой хозяин такой кот? Ладно. Демону страха отдаю свою жажду выпить. За окном веселой рампы Разгорается костер. Молодой, теперь элегантный Машет шестом, дирижер. Изумрудное светелье Нарисованных улиц Поднимает настроенье У актеров и актрис. Ты пришел в театр, где все возможно, Где, как в сказке волшебство, Все правдиво, все не ложно, Чудеса свершать легко. Отшумела в театре, наконец, театр. О, волшебство артиста Не бывает у них одни. Настоящим сделать может Бутафорские мечты. Не грусти, ты сможешь тоже, Потому что зритель ты. Ты пришел в театр, где все возможно, Где, как в сказке волшебство, Все правдиво, все не ложно, Чудеса свершать легко. Все правдиво, все не ложно, Чудеса свершать легко. Любимая Актеровенка. Маленькие рассказы, зарисовки, фрагменты. Меня хоронили в среду. Я и при жизни не особенно любила этот день. Хотя возникает вопрос, Любить или не любить день недели, Только из-за того, что его именуют средой. Еще при моей жизни, Каждую среду в конторе непременно Смучалось производственное совещание. Это было нечто похожее на заседание Комсомольского оргбюро. В отдельном кабинете заседают крепкие товарищи, Решающие жизненно важные вопросы. Лица серьезные, проблемы острые, Табачный дым коромыслом, Всем не до смеха. Во главе стола самый крепкий товарищ, Единолично решающий те же жизненно важные вопросы. При жизни меня всегда тянуло выйти вон из такого кабинета, До кишка оказалась в тонках. Или гипноз синдрома собственной важности действовал. Видимо, именно поэтому я выходила вон из жизни в среду. Болтаясь на границе небытия, Я не особенно надеялась увидеть на своих похоронах Милых, расстроенных кабинет, Поскольку меня хоронили в среду. Мне жаль было оставаться без них в этот день, Поскольку таких кабинет, как у меня, Надо еще поискать в других местах. А лично я при жизни работала в театре. Театры бывают большие и маленькие, Однако в любом случае это либо семья, Либо коммунальная квартира. Начинала я свою трудовую жизнь В небольшой дружной семье, А закончила в коммунальной квартире В чулане под лестницей. Меня хоронили в среду, А во вторник я совершенно публично Рассчиталась с жизнью. Единственной мыслью, способной меня остановить, Было то, что этот пусть жизненно неважный, Но факт завтра поднимут на производственном совещании. Все это игра, по большому счету. Покругуя острие публичности, И ты станешь актером. Меня хоронили в среду. Опытные люди утверждают, Что возможность отторчать собственную похорону Практически исключена. Но для меня эта последняя острота Должна была стать вершиной Собственной публичности. Публичности, Недожитой при жизни. Меня хоронили в среду. В конторе Уже начиналось Производственное совещание. И мне очень захотелось, Чтобы случился Вторник Еще при моей жизни. У моей судьбы Объятья пахнут плодом, И горит на сердце Маленький костер. Ничего На свете Уже не набил мне, Лишь бы Бог ее Испания не стек. И она Меня не раз Бросавшая Вновь Кладет На сердце Теплую воду. Говорит Печаль мою Так странно Угодавшая Я на небе Только ты Меня Не трой. Говорит Печаль мою Так странно Угодавшая Я на небе Только ты Меня Не трой. У моей судьбы Улыбка Пахнет Вереста И горит В груди Сирен И Первонцвет Прикасаясь К ней Я шепотам И шепотам И шепестам Даже если Ее рядом Больше нет И она Меня не раз Спасавшая Протяжен О держание Лет Говорит Любовь Мою Так странно Угодавшая Я на небе Даже если Не по мне Говорит Любовь Мою Так странно Угодавшая Я на небе Даже если Не по мне Пусть Судьба Как прежде Милосердная Утешит Неистовый Мой Дух Пусть Она Своей Молитвой Не Вечер Любовь В небесах Ласкает Божий Слух Пусть Она Своей Молитвой Не Молитвой Вечер Любовь В небесах Раскает Божий Слух Васька 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 Ты что Обиделся Дурачок Мой Длиннадосты Васька Васька Восколько Я вчера пришел Полцарства за бутылку пила Ух 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 Ты самому И уже надоело Ну что делать Васька Басечка Басечка Так На Двенадцать Сейчас 10 минут. Главному режиссеру вызову вас. Кто же меня заложил, а? Кто же меня заложил? Помрешь, что ли? Не исключу. Ладно, хмурое утро. Вопрос ребром. Катастрофа! Успех! Кто это? Достигается только большим трудом. Мы не фанаты. Мы цинки. Вот наши старики были фанатами. Они создавали свой театр. Фанат есть Курбас. И его сторонники актеры. Иуды. Готовы на все и вся ради получения новой роли. Но они были фанатами. Да, конечно, это было легко. В тех условиях, в те годы. Нам, благополучным, уже не так легко. Духовный голод страшнее физического. Чем утолить этот голод? Мы привыкли его забивать наскоро. Прикусили и все. Мы привыкли получать все бесплатно. В этом наш цинизм. Мы критикуем, не стремясь исправлять. Плохие учителя. С этого все начинается. А ведь Станислав и Немирович Курбас были великими самоучками. Обычно говорится, это ведь они гении, а мы нет. Это значит, получается, с нас и спроса нет. И хотя никто нам не мешает искать и совершенствоваться, но мы все надеемся на кого-то. А поставить вопрос и попробовать найти на него ответ, это уже действие. Шаг вперед. В данной постановке маленьких трагедий Александр Сергеевич Пушкин. Пир во время чумы. Трагический балабан для солиста и кардебалета. Трагедия – жизнь. Балабан – это смерть. Именно так и не наоборот. Жизнь идет всегда впереди человека, а смерть за его спиной. Когда человек не успевает за ходом жизни, смерть подталкивает его в сторону. По сути же, тело, жизнь и смерть – одно целое, имя которого – бессмертие. Для того, чтобы стать бессмертным, человеку нужно сознательно умереть при жизни. Даже Христу, чтобы обрести физическое бессмертие и зримое бессмертие, нужно было умереть физически. из письма к матери, 5-е и 10-е, 1992 год. Когда я задумалась сделать Кушкина, то все-таки не подозревала, в какую въеду сложную работу. Спектакль действительно может получиться любопытным и нетрадиционным. Афишное название будет приблизительно следующее. Пир во время чумы. Трагический балаган для солиста и кардибалета. А поскольку это чума, то все, 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 все пирующие – мертвецы. Это пир мертвецов. Временами они пробуждаются и многие столетия подряд разыгрывают одни и те же истории о человеке, который восстал против Бога, вожелав обладать безграничной властью над жизнью и не сумел совладать даже собственными страстями и погиб. Довольно мрачная картина, не правда ли? Но, дед. Роман Алексеевич Черкашин – чтец, режиссер, театральный педагог, ученик Леса Кубаса, дедушка Ирка Баренко, мне вчера объявили, что по определению Аристотеля трагедия – это очищение ужасов. Так что я спокойна. Мои же дорогие артисты рассмеялись насчет того, что у меня нет ни одного спектакля без мертвецов. Ну вот веселый я человек. Что же до остальных дел? То понятно, что пока я не допущу Пушкина, об остальных делах не может быть речи – это ясно. Тем более, что к январю, как я понимаю, у меня должен быть к году в клавир «Вия», к которому Белянский приступает после зимних каникул, а хочет он не больше, не меньше, чем что-то вроде украинской рок-оперы. Вот так. Так что, видать, «Вить» – это у нас семейное. Отец Игорь Баренко, композитор, народный артист Украины, в 1984 году написал опер-балет «Вить», которая с успехом прошла в оперном Одесском театре. Так что опять-таки? Ну вот, веселые мы люди! Маленькая сцена, маленькая сцена, «Здесь и ждет наша жизнь!» Выйди ты на стену, выйди ты на стену, и вокруг оглянись! Мир чудес тебе открылся, в этом мире, как в темнице, здесь, здесь! Мы, веками, 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 над судьи не беремись! Легкие голоды, легкие голоды, но тяжелая жизнь! В этой песне бесконечной Наша боль недолгая вечна Здесь, здесь, здесь Здесь Шура, как обычно, и лимончик с сахарком, я товарищ Наша театральная кафе в это время работала на улице Но я решил зайти по правильной дороге Шура только по уголкам губ догадалась, что мое появление оказалось нескольким Шура, демону страх, отдаю свою жажду выпить Демону, демону, у меня это все травы Зайдаль, что такое демон? Демон, имя ему Легион Легион Я долго соображал, где это слышал, или мне это кто-то сказал Шура, что я вам вообще могу сказать об этой маке? Кто такой я? Неволодой, порой нетрезвый актер провинциального театра Но я решил одно, я знаю, что мне делать с этим легионером Споить его, а это у меня очень хорошо получится Шура! 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 Отрезки из дневниковых замен связаны с подготовкой спектакля Ромео Жульетта с актерами Харьковского Тюза И с началом работы на пьесе Уильяма Гиппцина «Белые розы, розовые слоны» Любовь спасет мир! Мир без любви! Любовь к человеку, любовь к ближнему! Любовь! Это уже не разнодушие! Разнодушие сегодня! Это преступление! Двадцать седьмое декабря восемь седьмого года Сегодня начинаю заниматься шекспером Первый этап работы этюдный Мне надо вернуться к третьему тому Станиславского И своим записям работы этим методом по Пушкину Этюды должны быть четкими, продуманными с моей стороны Чтобы приходить на репетицию, готовы Репетиции должны начинаться с разминки физической и речевой 15-16 минут Аппарат должен быть разогрет Два-три упражнения зарядки, два-три речевых и скороговорка А взрослая Лариса Владимировна, старшая актриса театра Исполнительцы роли сеньора Капулертия и кормилицы Возможно, будут против этюдного метода, но это необходимо будет преодолеть Возраст и главный герой, кроме Джульетты, может быть неопределенным Так как любовь может прийти к человеку в любое время И в 15 и в 30 лет можно быть к этому вне готовым 2 января 18-го года Завтра должна быть первая репетиция Шекспира Сцена Бала Будет три репетиции Этюды 3 января 18-го года Репетиция состоялась Хотя Сережа опоздал минут на 20 и говорит, что это из-за жены Вначале я довольно-таки длительно говорил о замысле и так далее Было две пробы Первая прошла по намеченному плану и работала в нужную сторону Правда, Серега чуть было не свернул психологизм 4 января 18-го года Первый этап Действенное разрешение предлагаемой ситуации, направленное на поезд Я-Ессен Элемент системы Станиславского Что такое Я-Ессен Актер со своими присущими только ему чертами характера Ставится в ситуацию сходную с драматургическим материалом И разрешая эту ситуацию, то есть действуя в заданных условиях Нарабатывает несвойственный ему в жизни способ существования Сходный со способом существования его героя Я-актера, это тезис Действует в предлагаемой ситуации Часто несвойственный этому Я Это антитезис Рождается Я-Ессен Синец Прекрасный Репетировали вторую серию репетиров 5 января 18-го года Сегодня Сережа преподнес сюрприз Пришел на репетицию пьяный Это ужасно Надо бы, конечно, репетицию отменить, но что-то меня удержало Хотя вторую часть, сцену на балу, я так и отменила 8 января 18-го года Вернулись к сцене на балу, репетировали интересно Сначала разобрали по физическому действию сцену Потом сыграли Мне удалось насчетать любопытную вещь Природа существования Джульетты Танец Это дает очень любопытный поворот Как внутренний, так и пластический Всю сцену хочу решить Но танец 10 января 18-го года Сегодня я впервые встречалась с дамами Ларисой Владимировной и Азией Весковной Репетировать не удалось Из-за детского утренника Но я изложила им некоторые черты замысла Ох и трудно Уже с ними будет Лариса сразу сказала по поводу метода Что она этюды не может сделать Но Оля говорит, что речь ее держала достойно И вроде даже интересно Поглядим еще 12 января 18-го года Репетировали дома У Сережи хорошо прошел этюд На накопление отношения Ромео к Розарине 14 января 18-го года Сегодня тяжелый день для меня Можно сказать Испытание нервов Да, мы, Марис, бунтовались против метода И даже против Станиславского Сказали, мол, это зряшняя трата времени Весело Видимо, Оля права в том, что я не объяснил им Зачем именно этот метод Но для меня это настолько очевидно Настолько же, настолько неочевидно им Воспринимать метод Станиславского Как нечто элементарное И посему ненужное Это прекрасно чудовищно Это еще больше наталкивает меня На мысль о том Что все это как раз напротив Ой, как нужно Из такого небрежения Все наши беды Однако Что делать мне с ними дальше? Вопрос сложный 21 января 18-го года Цепь репетирования упал Виновата я и обстоятельства Трудно что-то мне Трудно справляться с этим обилием людей из цент Возможно, что я еще не готова к таким крупным работам Но раз взялась, куда уж отступать 28 января 18-го года Сергей в очередной раз сорвался и запил так, что не ночевал дома И утром его супруга позвонила нам Я взбешена в ладокрайности Он сорвал мне весь репетиционный план И даже не извинился Настроение у него пало окончательно Большое желание бросить все это к черту Но Ольга не дает Очень двойственное состояние у меня Желание тянуть эту лямку У меня ноль Но есть какая-то необходимость Многого ли она стоит? Не знаю Я потерялась Пыталась говорить с Сергеем Но это бесполезно Он совсем не считает себя виноватым Вечером говорили об этом с Ольгой И твердо решили отказаться от его услуг Надо еще набраться мужества И сказать ему об этом Будем пробовать на Ромео Юру Башко Актер театра Ему, конечно, это будет непросто Но мне видится, что это возможно 15 февраля 88-го года Шекспир не хочет расставлять меня в покое Зывал Тавровский Завеститель директора театра И говорил о том, чтобы узаконить спектакль Ромео Жюлета и Высоцкий У меня было состояние легкого изумления Что делать? Соблазн слишком велик 17 февраля 88-го года Откуда в нас это разъедающее неверие Пример Николая Актер театра Меня в этом плане всегда изумляет Вот об этом бы поставить спектакль 14 марта 88-го года Давно не бралась Театральные склоки Забили помороки и утомили изряд О нашем конфликте вышла статья Румянцева в Красном Знамени Не во всем объективно Но наши дела прогремели на весь город Что тут началось? Устроили жуткое собрание По этой статье, которая длилась 6 часов Варакин в то время главный режиссер Цюза Пока не ушел, но все к тому идет Мракобесие Все это ужасно утомило и выбило из головы Однако мы взялись за новую работу Это пьеса Уильяма Гибсона Белые розы Роза Ислана 26 апреля 88-го года Любовь спасет мир Мир без любви Любовь к ближнему Любовь к человеку Любовь Это уже не равнодушие Равнодушие сегодня Это преступление Все равно мы не знаем о том Что нас ждет до последних порогов Замираем над чистым листом Ожидая свидания с Богом Но давно он спустился с небес По любви, как по лестнице сынка Опуская сияющий крест В наше юное счастье с улыбком Чудеса бывают только сказки, которые ждут Но никто не знает, где он встретит чудо Дай мне руку сказку, ты со мной Пойдешь, закрывая дверь и ноги ухудем Чудеса придут, ты только позови Чудеса придут, ты даже не заметишь Только нет чудес, чудесней любви Что несет на землю звездный ветер Субтитры создавал DimaTorzok 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 Таня, светлая стоимость, там гораздо дороже. Да, сейчас экспертизу. Ладно, все. Так, вот и наступил долгожданный двухтысячный для детвора ёлка, фонарики. Фонарики, новогодние подарки, сладости, а для студенчества зимняя сессия. Для кого-то она первая, для кого-то преддипломная, последняя, вольная, за которой маячит работа, как окончательный выбор судьбы. И пойдут они, юные, полные сил, надежды, желаний добиться чего-то своего, где-то оставить свой след. Впрочем, так было раньше. Сегодня молодёжь уходит в жизнь решительнее, смотрит на всё рациональнее, трезвее. А что актёры? Те, которые только закончили или вот-вот закончат институты и растекутся по театрам. На что они ориентируются? Стены театрального вуза покидает молодое, резвое существо, более или менее внешне привлекательное, говорящее относительно внятно, более или менее поставленным голосом, даже испытывающее что-то вроде священного трепета, выходя на сцену. Но при этом может ли актёр, пусть даже ультрасовременный, существовать без внутреннего романтизма, который Станиславский определял как жизнь человеческого духа? А если не может, то где же ему взять душевную приподнятость? Способность бескорыстно дарить себя зрителям, готовность отдать театру всю жизнь, ничего не получая взамен. Вопросы отнюдь не праздные, учитывая, что молодой актёр, скорее всего, придёт в театр, объявивший себя производством, своего рода организацией, по сбыту более или менее дешёвых продуктов культуры. Именно такова основная масса провинциальных театров. Именно в них придут вчерашние студенты. Если вообще придут. Спрос на молодых театрах есть, особенно на юноши. При этом их, как правило, заваривают работу, особенно там, где спектакли выпускают по точным методам с расчётом на кассу. Среди самых разноплановых ролей время от времени попадается хорошая, большая роль. Если молодой актёр, вчерашний студент успевает переварить её, то получает либо газетную, либо денежную компенсацию за свой неблагодарный труд. Так проходит несколько лет. Вместе с опытом в виде студенчика сценических штампов приходит уверенность в своей необходимости театру, чаще всего неосознаваемая, как всего лишь необходимость в некой тягловой силе. Когда же прозрение наступает, актёр уходит. И это вовсе не весёлый калангур. Покидая свой театр, такой актёр далеко не всегда переходит в соседний театр. В том же городе, либо переезжает в другой театральный город. Очень часто молодые бросают искусство, или же продолжают их заниматься на уровне откровенной денежной калтуры. Профессионализм в искусстве стоит дорого, время на него затрачивается немало во всех областях, кроме театра. Для актёра посвящение в профессию до известной меры должно предшествовать обучению. Было бы прекрасно придумать для актёров что-то вроде клятвы Гиппократа. И принимать в театральный институт только тех, кто осознанно согласился посвятить всю свою жизнь служению. Но разве это можно требовать от 16-17-летнего юного создания, которому жизнь всё ещё представляется увлекательными кадрами из приключенческого фильма? В последние десятилетия сместились многие оценки и в обществе, и в театре, как искусстве социально наиболее зависимым. Необходимость зарабатывать деньги, желательно большие, постепенно становится всеобщей установкой, формирующей все отношения. Спрашивается, дослужение ли тут? Учитывая мизерность актёрских зарплат, стоит ли вообще говорить о высоком? Вот и получается, что после утомительной беготни по заработкам, требующей порой предельного напряжения, актёры выходят на сцену, чтобы расслабиться в компании замечательных коллег по профессии. И постепенно начинает пахнуть любительщиной, против которой боролись все известные театральные реформаторы. При этом забывается, что театр – штука мистическая, а потому мстительная, не прощающая небрежности и равнодушия. Свято верит, что театр, как высокое искусство, ни в коем случае не исчезнет. Хочется подумать, что же желать сегодняшнему актёру, и вот что может сделать сам для себя. Суммируя высказывания великих театральных мэтров, можно сказать, что актёр – жрец, посвященный в таинство духа. Это маг, способный заставить зрителей сопереживать истории и людям, никак к ним не относящимся. Актёр – это человек с зеркала, в котором зрители видят своё отражение таким, каким он действительно есть, а не таким, каким им хотелось бы себя видеть. И всё это в идеале. Это всё, по большому счёту, актёр – профессия, призвание, зов души, на который способен откликнуться далеко не как. Грустно-гладый я кровь, Грустно-грустно на бели волшок, И усталое зеркало С пристойной болью глядел И чуть слышно шептал «Где ж ты, друг мой нежный, далёкий?» Отчего же так жалок прекрасный актёрский удел? Я великий артист, Всеми признан и всеми обласком. Я объездил сто стран и для зрителей не был чужим. Только кто-то меня заманил в эту глупую сказку И мою колумбину на кукольный лик Заменил я великий артист, Обречённый на вечное бденье. Я давно покорился своей непонятной судьбе. Ах, когда же придёт светлый день моего воскресенья? Ах, когда же я стану обычным и смертным, Как все Грустноглазый Герой Со слезами Размазывал Пудру И усталое зеркало Белым платком Накрывал И чуть слышно жептал Ночь прошла Приближается утро Не окончен спектакль Только я так смертельно Я устал И устал Я Великий Я великим артист АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вызывали? Я ж не любитель ходить по начальственным кабинетам без приглашения. Садитесь. Да? Да, садитесь, садитесь. В кресло. Вот что. Вы человек талантливый, думающий. Как Вы считаете, безумно ли гадует? Да. Вы хоть не думаете, что говорите? Нет. Во всяком случае, во всяком случае, он сильно сомневается в собственной нормальности. Если брать за норму социальную адекватность, что ли. Спасибо. Это решает дело. Остальное завтра. Начинаем репетировать Шекспира. Выговорят. И, пожалуйста, не светитесь в театре. Мне будет трудно Вас отстаивать. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Человек выбирает роль? Или роль человека? Играет музыка. Ирина говорит, фрагменты статьи в газете «Зеркало недели» от 8 июня 2002 года «Сны» Андрея Желудыка. Театр умер, но да здравствует ли театр, хотелось произнести после посещения премьерного показа нового проекта Пана Желудыка Табелевича 4-го «Гамлет сны». Создалось это примечательное событие в Харькове, на сцене Академического Украинского театра имени Шевченкова. В течение нескольких месяцев от разговоров, слухов, город буквально отрицался, что свидетельствует как о замечательной способности Желудыка и его команды создавать ситуацию вокруг, так и о известном провинциализме самого Харькова, воспринявшего Забелевича 4-го как мессию, призванного повести местное театральное искусство в светлые европейские дали. Возможно, это и рассчитывал Желудык, известный мастер-патажа, но справедливости ради стоит заметить, что менее дремучая часть публики действительно видела нечто подобное в Европе только 20 лет тому назад. Действие гаммы сны описать достаточно сложно, хотя бы потому, что в нем нелегко обнаружить внутреннюю логическую последовательность. Шоковая театральная терапия, которую постулирует данный режиссер, действительно срабатывает, поскольку у зрителя возникает ощущение, будто его посадили в пункт-канеру, и выхода из нее нет. Объявляя театр жестокости, театр шока, театром будущего века, Андрей Желудык достаточно откровенно высказывается о своих творческих пенденциях. Это актер-воин, от которого режиссер требует полного и безусловного подчинения, которое потом по команде должна обернуться любовью. Если актер на сцене работает как гладиатор на износ, то режиссер управляет всем процессом, как шаман, закручивая вокруг себя все энергетические потоки. Преподирование текста, перестановка эпизодов, нарушение целостности, разные либо обнаружения скрытого смысла, либо приближение классики к современности не является новацией. Подобная тенденция проявлялась в театральном искусстве в течение всего XX века, отражая в одном случае режиссерскую самодостаточность, в другом же творческое бессилие перед полнотой и глубиной классического произведения. Отказываясь зрителю в соучастии, Желудык ставит под сомнение необходимость присутствия зрителя как такового. Возможно, это и есть современный уровень европейского искусства. Возможно, на сегодняшний день зрительные и слуховые впечатления важнее духовного общения. Но тогда возникает вопрос. Разрушая границы устоявшегося восприятия, разрушая окаменевшие барьеры и представления, не создаем ли мы новые? Еще более непреодолимые. И останется ли тогда театр театром? Беги отсюда, друг, мы проиграли все. Нет зарушой, ни денег, ни надежды. Мы родину, мы веру и даже любовь. Расстратили бестарно на полях сражений. Война опять идет, она моя война. И длится, 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 длится. Попробуй-ка ответь мне, чья в том вина. И как же можно тут не спиться? И длится, 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 длится. Попробуй-ка ответь мне, чья в том вина. И как же можно тут не спиться? На рассвете и пробуждении очень захотелось верить. Верить в Бога, как в чем-то детстве, с искренним восторгом, без постоянного ожидания. Чтобы в белой ночной рубашечке с кружевным бородником. Чтобы пухлые ручки сложены на груди. Чтобы молитва такая простая, со словами Божья, папочка, маминка. И чтобы на той крестик нашелся тот самый крестильный. Нашелся вдруг в шкафу, в резной шкатулке, с эмилированными ангелочками. Не от того ли? Где оно осталось в том детстве? Не мое ли оно? Помнит ли оно меня? Осталась ли оно во мне? Не от того ли на рассвете и при пробуждении? Мне часто очень хочется верить в Бога. Верить, как в детстве. Ах, будет ли когда-нибудь, азиаская длинный пьес. Катарсис близок, с исконфильтами, нещерпаемыми в бегах, которые сняты. И у нас давно других интересов. Хоть за бесславную игру нас все же носят на руках. Сорваю маску. У тебя лицо как будто кем-то сделка. А значит снова, как и встать, мне Бог прошепчет. Воскреси. Цветным карандашом любви я начертаю пробль гордый. Под ним привычно распишусь. Я, ты и Бог. А значит, мы. Вот осень сердцем шелестит, Листает в ней моих страниц. Печаль моя опять не спит, Опять в местах и город снится. Его зеленые листва и наша осень так не схожи. Его шахуньи дерева мне все твердят одно и то же. Тебе прийти сюда нельзя. Знай, не бывает возвращений. Здесь не живут твои друзья, Тобой забытые и злений. Твоей любовью уже давно, давно другому стало снится. Костер потух, но все равно Ты вечно будешь к нам стремиться. Мой город, за двадцать шагов тебя уже не различаю. О, город мой, не надо слов, Ведь я еще не возвращаюсь. Мне лишь на каждой мостовой свои шаги опять услышать, Чтобы не стать навек немой, Чтобы печаль мою утишить. Мне только выстоять в борьбе, Сражаясь с долей у другой. Тогда приду опять к тебе, Я с непокрытой головой. Ведь это истина стара, Что мы не раз живем на свете. И тех, с кем были мы вчера, Сегодня осень грустью метит. Листая судьи в череду, Своей судьбе лишь тень уловишь. Дождись, мой город, Я приду, И ты меня Не остановишь. Я сюда непременно вернусь, В этот город, На воду лиц сонный вид, Разгоняя телецкую грусть. Я убью стен на той законной, Я сюда непременно вернусь, Где бутылки скрывают, Как вели, С головой в этот бред откнусь, И ударюсь с душой от стены. Подает мне руку осенний львь, Балабрево лета, Последний глоток. Осень мне надежды, И ты не обнимаешь, Но вместо привета Я слышу про чай. Я вернусь разогнать этот мрак, Удалить эту грязную муху, Где двенадцати голодных собак Жадно лижут кровавую руку. Я вернусь, чтобы ясно понять Безнадежность моих возвращений, Чтобы снова себя распинать На кресте бесконечных сомнений. Подает мне руку осенний листок, Пахнет летом, Последний глоток. Осень мне надежды, И ты не обнимай, Но вместо привета Я слышу про чай. Я сюда непременно вернусь, По весне жравлиною стаю, Вольной птице на виха вернусь, И над городом тучи растают. Я вернусь, чтобы себя отыскать, Утонуть в твоих синих озерах, Чтобы сердце на струны ронять, Чтобы к себе возвратиться не скоро. Падает мне руку осенний листок, Пахнет летом, Последний глоток. Осень мне надежды, И ты не обнимай, Но вместо привета Я слышу про чай. Я сюда непременно вернусь, В этот город до одуи сонны, Разгоняя вселенскую грузь, По макушку зови самогона, Я сюда непременно вернусь, В эти странно снотовые стены, С головою в их бред окунусь. Я вернусь, я вернусь непременно. Падает мне руку осенний листок, Пахнет летом, Последний глоток. Осень мне надежды, И ты не обнимай, Но вместо привета Я слышу про чай. Если ты король, Если ты король, То смешно трон, Корону свою. Если ты поднажь, Если ты поднажь, То позову свою машину. Здесь у нас другие цены, И с каких властей здесь цена здесь, Здесь. Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. Здесь включает влашание, Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Действительно, очень много интересного материала. Будет в театре заведующегося части Тани, Тани в зале. И все желающие могут взять ее, пожалуйста, от нашего завлита, почитать, прикоснуться к творчеству Ирины Барина. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, через подготовки таких вечеров, которые посвящены творчеству нашего друга Ирины Бабаренко, вы знаете, очень часто, очень часто за кулисами, когда вот репетировали, и сейчас мы вспоминали наших всех артистов, ушедших из стен этого театра. И поэтому такие вечера, через ее творчество, мы посвящаем всем нашим коллегам, друзьям, которые жили этим театром, и которые живут сейчас в наших душах и сердцах. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...